В эти минуты Марина Василевская уже в звездном городке, где пройдет постполетная реабилитация. В Подмосковье экипаж прибыл менее часа назад. Туда отправилась и наша съемочная группа. А этим утром наши корреспонденты работали в Королеве в Центре управления полетами. Оттуда шла прямая трансляция и все баллистические расчеты, по которым проходят старт, стыковка и спуск космических кораблей. Специалисты ЦУП всегда и днем и ночью на связи с экипажем Дарья Белоусова-Петровская фиксировала, как прокладывается космический фарватер с МКС на Землю. И даже успела встретить наш экипаж в звездном городке. Даже не верится, что еще утром первая женщина-космонавт в Беларуси была на МКС, а сегодня вечером мы ее уже встречаем здесь, в звездном городке. Сразу после приземления в казахстанской степи медицинского обследования, космонавты Олег Новицкий, Марина Василевская, а также астронавт НАСА Ахара были доставлены спецбортом из Байконура на военный аэродром Чкаловский в Подмосковье. Оттуда на автобусах прямо до Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Правда, встреча была недолгая, экипаж быстро помахал рукой и сразу скрылся в дверях профилактория. Это строгий рекламент, никакого общения до медицинской проверки. И только если врачи решат, что самочувствие космонавтов хорошее, у журналистов появится шанс на комментарии. Напомню, что возвращение корабля «Союз МС-24» длилось 3,5 часа. В 10.17 спускаемый аппарат с Марины Василевской на борту приземлился в степи Казахстана. Весь его путь от МКС до Земли вели специалисты ЦУП. Они постоянно были на связи с экипажем. За всем этим в прямом смысле космическим действием наблюдали десятки журналистов. Правда, пришлось немного побороться за лучшие места на балконе в главном зале Центра управления полетами. Как видите, камер много. Ну вот, честноте, да не в обиде, как говорится. Все, договорились все ребята, хорошие. Здесь же друзья и родственники космонавтов. Кто-то увидел процесс приземления впервые, а кто-то уже в четвертый раз. Например, старшая дочь Олега Новицкого. Тем не менее, для каждого, кто сегодня находился в зале ЦУП, минуты приземления были переполнены и радостью, и волнением. Каждый раз я смотрю на старт, на стаковку, на посадку, и я... Вроде половина меня понимает, что да, он летает, другая половина как-то нет. Это какой-то абсурд, он не может сам быть. Вот. Но я очень рада, что он вернулся, что у них все прошло. Надеюсь, очень хорошо. Вот. Поэтому жду личной встречи. Напомним, что в 3.30 по московскому времени люки, которые соединяли Международную космическую станцию и корабль «Союз МС-24», были герметично закрыты. В 6.57 произошла отстыковка от МКС. И далее, примерно 2,5 часа, корабль с Мариной Василевской на борту двигался по направлению к Земле. Перед входом в плотные слои атмосферы капсула космонавтами отделилась от корабля. В это время скорость с 27 тысяч километров в час сбрасывается до 750. От такого торможения поверхность спускаемого аппарата нагревается до 8 тысяч градусов. Экипаж испытывает сильную перегрузку. Вес тела увеличивается в 4 раза. Тем не менее, опытные космонавты советуют в это время расслабиться и насладиться необыкновенной картинкой за окном иллюминатора. Ну, во-первых, спускаемый аппарат будет гореть, вернее, его обшивка. Горит она очень интересно. Это так все в огне. Но это, в общем, не внутри пожара, а внутри такого плазменного облака. Оно ярко-малиного цвета. Обшивка загорается, она отрывается от спускаемого аппарата, проносится мимо иллюминатора. Это классно. Удалось ли Марине Василевской насладиться видами из окна иллюминатора, узнаем позже. Посадка прошла по плану. Основной парашют раскрылся примерно в 10 километрах от Земли. Правда, при приземлении капсула с экипажем легла набок. Это одно из условий посадки. Так бывает. Ничего страшного в этом нет. Сейчас космонавты будут восстанавливать силы в профилактории в Звездном городке. Медики будут наблюдать, как реагируют мышцы на гравитацию после нахождения в невесомости. Но так как космический полет длился недолго, всего 12 дней, то реабилитация должна пройти быстро. Дарья Белоса-Петровская, Александр Любителев, агентство теленовостей, Звездный городок, Россия.